Стук в дверь и излишняя доверчивость стоили у финской пенсионерки немалых денег. Средь бела дня в ее квартиру пожаловал неизвестный мужчина и представился сервис-инженером компании Уфанет. При этом он проявлял чудеса откровенной наглости. Мужчина объяснил женщине, что ей якобы необходимо настроить телевизор. Стоимость услуги платной и составила 5000 рублей. Мошенник забрал деньги, но вот к телевизору он так и не притронулся. Туда ходил, сюда ходил, все же, я говорю, что вы ходите на стройку телевизора, он еще к телевизору не подходил, он у вас, это его, он у вас, то, ну что, говорю, нормальный телевизор, куплен два года назад. По словам пострадавшей женщины, мужчина, который пришел к ней под видом сервис-инженера, был одет в простую спецовку без опознавательных знаков. Однако клиенты известного провайдера знают, что настоящие сотрудники Уфанет ходят в брендированной форме с надписями и логотипами компании. Вот такие вот курточки обязательно у нас есть. Здесь написано Уфанет, есть надпись, да, и логотип нашей компании, ну и на спине тоже. Вот, это куртка, в которую у нас ребята ходят круглый год. Наши сервис-инженеры, кроме квартир в городе, обслуживают еще частный сектор. Спецодежда у них немножко отличается. Вот, тот же самый логотип, но спецодежда подобрана специально для работ преимущественно на улице. Также стоит помнить, что прежде чем прийти к абоненту, настоящий сервис-инженер обязательно позвонит и договорится о встрече. Информация о запланированном визите будет отображаться в графике работ внутри компании. Большинство современных телевизоров перенастройка не требуется. Телевизоры перенастраиваются автоматически. Все же, если требуется перенастройка, если абонент сам не справляется, то можно оставить заявку на выезд сервис-инженера. Самостоятельно сервис-инженеры не приходят к абоненту без запроса абонента. Также у сервиса-инженера с собой есть удостоверение, которое абонент может проверить, посмотреть. И если есть какие-то сомнения, обратиться на горячую линию и спросить, работает ли такой сотрудник нашей компании. Кроме того, для всех абонентов компании доступен сервис-плюс. Набор бесплатных сервисов на дому за 0 рублей. Таких опций в сервис-плюс более 30. Полный перечень можно уточнить в колл-центре или на сайте провайдера. В современном мире очень много умной техники. Это колонки, пылесосы, холодильники. И для того, чтобы их настроить и удобно пользоваться, не всегда пользователь может с этим справиться. Именно для этого наши сервис-инженеры приезжают к абоненту, помогают настроить устройство, подключить его к интернету, разобраться и обучить абонента, как им пользоваться. Вот эти услуги в рамках сервис-плюса предоставляются для наших абонентов бесплатно. Для того, чтобы воспользоваться этими услугами, можно обратиться в техподдержку компании 09388 и оставить заявку на вы сервис-инженеры. Как рассказали в Уфанет, сотрудники компании обратились с заявлением в полицию по факту мошенничества под именем их бренда. Клиентов провайдера призывают не попадаться на уловки мошенников и уточнять информацию об услугах по телефону горячей линии 09388.